Каждый год весной в стране наблюдается одна и та же картина. Люди жгут свою землю, вернее сухую траву, вместе с которой горят постройки, сараи и жилые дома. В воскресенье сгорел утеплитель на теплотрассе, проходящей за детской больницей. Эту территорию поджигают регулярно. Не стало исключением и весна 2021 года. Сухостое вновь полыхал, а поджигатели попали на видео. Ими оказались двое мальчишек. Скорее всего, живут неподалеку и учатся в 10-й или в школе. На видео хорошо заметно, что вначале они пытались тушить пожар, но безрезультатно. Буквально за несколько минут пламя расползлось на площадь более 300 квадратных метров. Это уже позже посчитали пожарные. По словам огнеборцев, за выходные дни они несколько раз выезжали на тушение таких ландшафтных пожаров. За выходные и по настоящее время на территории Фурманского района зафиксировано 6 случаев горения сухой травы. Так, в дневное время 11 апреля на пульт связи части поступило сообщение о возгорании сухой травы по адресу улицы Тимирязева у дома 1. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение сухой травы на площади около 300 квадратных метров. Основные факты горения травы наблюдаются в городе Фурманов. За нарушение требований пожарной безопасности на настоящее время предусмотрены административные штрафы на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. В настоящее время запрещено у нас разведение костров на расстоянии 50 метров от строений, зданий, сооружений. Также у нас разрешено приготовить еду, пищу в мангалах, в жаровнях при условии соблюдения расстояния от мангала до строений на расстоянии 5 метров. Фамилии детей-поджигателей, конечно, будут установлены, и их родителям придется заплатить за воскресное развлечение своих чад. Штраф предусмотрен немалый. А если говорить о вреде пала сухой травы, то, как известно, он может нанести непоправимый вред природе – молодой древесной поросли, лесам и лесопосадкам, птицам, гнездящимся на земле, плодородности земель. Пал сухой травы имеет целый ряд негативных последствий как для экосистемы, так и для имущества и жизни человека. Разведенный огонь в этом случае трудно контролировать, а в ветреную погоду он может стать настоящим бедствием. Именно поэтому ежегодно пожарные службы информируют граждан о необходимости соблюдать меры безопасности при обращении с огнем на полях, вдоль дорог и в других пожароопасных местах. И, конечно, необходимо регулярно в школе и дома проводить беседы с детьми, объясняя, что спички – не игрушки. Ведь от одной маленькой спички может быть большая беда.